Сороковая глава книги пророка Иеремии Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему, — Господь Бог твой изрек это бедствие на место это, и навел его Господь и сделал то, что ты сказал, потому что вы согрешили перед Господом и не слушались голоса Его, за это и постигло вас, за то и постигло вас это. Итак, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно идти со мной в Вавилон, иди, и я буду иметь попеченье о тебе. А если не угодно тебе идти со мной в Вавилон, оставайся. Вот вся земля перед тобою, куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди. Когда он еще не отошел, сказал Навузардан, — Пойди к Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, которого царь Вавилонский поставил начальником над городами иудейскими, и оставайся с ним среди народа, или иди, куда нравится тебе идти. И дал ему начальник телохранителей продовольствие и подарок, и отпустил его. И пришел Иеремия к Гадолии, сыну Ахикамов, Массифу, и жил с ним среди народа, остававшегося в стране. Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их, услышали, что царь Вавилонский поставил Гадолию, сына Ахикама, начальником над страной, и поручил им мужчин, и женщин, и детей, и тех из бедных страны, которые не были переселены в Вавилон, Тогда пришли к Гадолии в Массифу, и Исмаил, сын Нафании, и Иоаннан, и Иоаннафан, сыновья Корея и Сирая, сын Фанасмефа, и сыновья Офи из Нетофафы, и Иезонья, сын Махафы, они и дружина их. Гадолия, сын Ахикама, сына Сафанова, клялся им и людям их, говоря, не бойтесь служить халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо, а я останусь в Массифе, чтобы предстательствовать перед лицом халдеев, которые будут приходить к нам. Вы же собирайте вино и летние плоды и масло, и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших, которые заняли. Также все иудеи, которые находились в земле Моавицкой и между сыновьями Аммона и в Идумее, и во всех странах услышали, что царь Вавилонский оставил часть иудеев, и поставил над ними Гадолию, сына Ахикама, сына Сафана. И возвратились все эти иудеи из всех мест, куда были изгнаны, и пришли в землю иудейскую к Гадолии в Массифу, и собрали вина и летних плодов очень много. Между тем, Иоаннан, Иоаннан, сын Корея, и все военные начальники, бывшие в поле, пришли к Гадолии в Массифу и сказали ему, — Знаешь ли ты, что Ваолис, царь сыновей Аммоновых, прислал Исмаила, сына Нафании, чтобы убить тебя? Но Гадолия, сын Ахикама, не поверил им. Тогда Иоаннан, сын Корея, сказал Гадолии тайно в Массифе, — Позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании, и никто не узнает, зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись, и чтобы погиб остаток Иуды? Но Гадолия, сын Ахикама, сказал Иоаннану, сыну Корея, — Не делай это, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле.